Терве! Меня зовут Павел Бочкарев, я диетолог. Мы с вами постоянно разговариваем о правильном питании, о калорийности, о БЖУ, о снижении веса. Но еще так ничего вкусного и полезного не приготовили. Сегодня мы будем готовить сенгу на угля. Для начала нам нужно разморозить рыбу, порезать ее на кусочки, подготовить для маринада. Если вы неправильно разморозили рыбу, то она будет не такая вкусная, как та, которую разморозили правильно. Вот почему в магазинах она окажется такой свежей? Просто из-за того, что правильно разморожена. Как только рыбу эту поймали, ее сразу же, прям там же на месте заморозили. Переплачивать лишние деньги за то, чтобы покупать якобы свежую семгу, очень большая ошибка и дорогая ошибка. Нужно покупать замороженную, но правильно ее размораживать. Когда вы купили рыбу, ее нужно сразу положить в холодильник. И она там должна размораживаться до конца, до последнего полностью оттаять. А потом уже можно делать с ней какие-то там манипуляции и готовить ее дальше. Ну что, приготовим маринад. Можно маринад заливать в пакет, но мы сделаем это в каком-то стакане, для того, чтобы вы видели, какие пропорции у нас с вами для маринада. Вот такого стакана нам будет достаточно. Обязательно соевый соус. Обычный соевый соус. Ничего такого. Примерно вот столько. Много не надо. Нам надо добавить небольшой вкус к соусу. У нас вот такая вот штука есть. Очень, кстати, удобная вещь. Всем рекомендую. Особенно, если вы жарите какой-то омлет или еще что-то поджариваете. Не нужно наливать масло на сковородку. Можно просто попшикать масло. Там будет даже не чайная ложка. Я не знаю. Ну, тут вообще совсем чуть-чуть. Значит, у нас соевый соус, перец, масло. Можно оливковое, можно подсолнечное. Самое главное правило правильного питания. Мы используем масла нерафинированные и лимон. Так, значит, мы добавляем цедру лимона. Предварительно надо. Я вот люблю использовать крупную терку для таких дел. Потому что мелкая, мне кажется, она не так получается. Руки у тебя просто крупные. В общем, я думаю, вот сок нам вполне достаточно. Цедра. И шампиньоны. Шампиньоны у нас целиковые обязательно. Мы их не режем. В общем, все ингредиенты у нас готовы. Нам осталось сложить рыбу в пакет и все ингредиенты для маринада. И мариновать нашу рыбу. Складываем рыбу, грибы, цедру лимона и лимон. И в конце, значит, надо обязательно лимонный сок, тот лимон, от которого остался, надо в конце обязательно дожать лимонный сок в этот пакет. И останется только пожарить на углях нашу рыбу. Ваши здоровья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не буду распрыскивать. Я вылью так, потому что здесь масла надо побольше. Столько примерно. Все на глаз. Сегодня у нас суббота. Мы сегодня отдыхаем. У нас читмил, поэтому мы ничего не взвешиваем. Все. Аккуратно перемешиваем. Все у нас готово. Значит, ждем 2 часа. Едем на природу, чтобы пожарить ее на угле. Красную рыбу испортить очень сложно, но Паша старался. Мы готовили эту шутку неделю, но как-то вот не все пошло. Я 4 куска приготовлю, потому что просто нас больше не поместится. Мы выкладываем на фольгу нашу рыбу, грибы, тут вот лимончик, и фольгу мы заворачиваем. Ну и все, 10 минут. Все готово. А спонсор нашего сегодняшнего выпуска при вас безалкогольный. Сейчас еще минут 5, и наша замечательная рыбка почти будет готова. Ее, кстати, мне кажется, можно и сырой. Я перебью. Нормально, когда будем готовить? Я понял, правильно питание. Суббота, пожрать бы. Нормально, а? Долго вот это все еще? Ух, может, уберем и... Пять минут, все. Пять минут, я понял. Пять минут, перец. Прошло 10 минут, и как бы снимаем, все, пора. Пять минут, перец. Пять минут, перец. Пять минут, перец. Понял? Пойдем угощать друзей. или сами сожрём все друзья тут друг давай присаживай старичок приходи на пикничок все готово только тебя не хватает мне огонь перфекта если вам понравилось видео то обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик если вы поставите то никогда не пропустите вновь появившиеся видео на данном канале берегите природу мать ваша классика если крик не трать цветая кинь ты русь живи в раю я скажу не надо рая дайте родину мою а